В Екатеринбурге состоялся финал второго всероссийского фестиваля патриотических и социальных проектов «Живая история». Участие приняли 80 представителей из 53 регионов России. По итогам конкурса первое место занял проект «Маршрутами героев Казанского университета». «Маршрутами героев» — это городской социальный проект, главной телью которого является просвещение жителей города о героях Великой Отечественной войны, чьи имена увековечены в названиях улиц и остановок Казани. Улица Халева, улица Карбышева, улица Генерала Чуйкова. Все эти улицы нам известны. Так, благодаря коротким аудиосообщениям в общественном транспорте, жители города узнавали о подвигах и судьбе героев Великой Отечественной войны. Идею проекта жюри оценила очень высоко, несмотря на то, что Казанский университет участвовал в фестивале впервые. «Идея вроде бы лежит на поверхности, но мало кто ее замечает и реализует подобный проект. Отметили очень сильно то, что все остальные проекты имеют больше направленности именно реализации в образовательных организациях, патриотических школ, смен, и затрагивают достаточно большие финансовые ресурсы. А данный проект реализован фактически с нулевым бюджетом, а выхлоп при этом очень большой». Напомним, что идея была реализована в прошлом году в Год памяти и славы. В роли дикторов выступали как сотрудники, так и студенты Казанского университета. По словам Екатерины Панковой, проект еще не завершен, ведь информационный аудиобанк может использоваться каждый год. «Благодаря победе мы надеемся, что получится развивать данный проект и возможно расширять базу улиц, потому что именами не только героев названы улицы, но и, например, ученых, других каких-то общественных политических деятелей. То есть проект можно масштабировать и продолжать его реализацию». Диана Шлинкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.